Это фрагмент поясной пряжки. Конец XIX века. Это носили учащиеся Харьковского коммерческого училища. Ежегодно 15 августа во всей России отмечают День археолога. В Белгороде этот праздник тоже не оставили без внимания. Для горожан подготовили целую программу. Самых любознательных познакомили с небольшой экспозицией. Выставка под открытым небом – это примерно два десятка артефактов, найденных в ходе раскопок в Белгороде. Здесь и керамическая плитка, и глиняные игрушки, и разные иконки, и даже настоящая подзорная труба. Была найдена два года назад. Пока, предположительно, можно датировать концом XVIII – началом XIX века. Здесь есть крепление для штатива. Вполне возможно, использовалось в военных целях. Вполне возможно, в период наполеоновских войн. Волонтеры и археологи подробно рассказывают посетителям о каждом экспонате. Однако, эта выставка совсем не похожа на музейную. Сейчас как раз тот уникальный случай, когда эти предметы можно потрогать руками, взять, осмотреть, спросить о чем, где, когда, какой период возникновения. То есть, это такая социальная акция для людей, чтобы можно было познакомиться с археологией нашей земли. А еще всем участникам предлагают пройти небольшой квест. Ответить на вопросы викторины, разгадать ребусы, дорисовать часть артефакта. Но самое интересное задание – провести археологические раскопки. Здесь все по-настоящему. Лопатки, кисточки и артефакты. Мы что-то нашли. Это донцы кругового сосуда. Вот, собственно, на самом днище. И сосуд вверх распространился. Вот, молодец. Вы настоящий археолог. В песке закопаны археологические артефакты. Их нужно найти и правильно достать. Нашли предмет. Вот, где-то здесь. Теперь обметаем его аккуратно метелочкой, кисточкой. Видим границы этого предмета. После этого мы его достаем и складываем как находочку. Нас заинтересовали. Мы отвечали на вопросы, разгадывали ребусы. И вот теперь ребенку предложили сделать раскопки, как к настоящему археологу. Рассказали, объяснили, как это делается. И вот, несколько раз он пытается уже найти что-то интересное в песке. Мне вообще тема археологии очень интересна. Мне очень интересно было находить всякие артефакты в песке. Что ты уже нашел? Я нашел монету и осколки разных керамических изделий. Конечно, интересно. Все интересно. Все, что связано с историей. Это нужно знать. Вот раскопки проводили и нашли монету. Шоколадную, да, Василиса? Мне понравились археологические раскопки, так как мне, на самом деле, очень нравятся старинные всякие вещи. И они, на самом деле, выглядят загадочными. Вот здесь, вот смотрите, как раз у нас будет четыре штампика. И поэтому... Молодец. Держи. Спасибо. В школе мы изучали, но не сильно было понятно. Здесь я попробовала себя в роли археолога. Тебе понравилось? Да. Я получила пазл за четыре штампика. И я раскопала еще несколько золотых монет. Интерактив оказался интересен не только детям. Вадим Кумейко уже 20 лет занимается археологией и тоже с радостью поучаствовал в квесте. Какая-то часть ориентирована именно на детей. Да, какая-то часть. Там касается раскопок или, там, может быть, дорисовать что-то. А некоторые вопросы мне показались достаточно непростыми даже для взрослых, да, для людей, которые не интересуются историей. Я уже много раз ездил на раскопки, уже как просто волонтер, любитель. И, пожалуй, это один из самых лучших видов отдыха, я бы так сказал, летнего, когда ты половину дня работаешь на раскопе, половину дня там отдыхаешь. Здесь настоящие какие-то плоды шоколадного характера.